Если вы скажете, что журналисты народ не спортивный, то глубоко ошибаетесь. Недавно в лагере Циолковского, что на Кундурче, прошла областная спартакиада журналистов. А это вот симпатичный попугай-талисман журналистской спартакиады. Есть хорошая традиция у представителей четвертой власти. Не реже двух раз в год собираться на свои спортивные тусовки. Раньше, что и говорить, участников соревнований было немного. По причине того, что средств массовой информации было меньше, и всех журналистов в области знали наперечет. А теперь газеты и телекомпании немыслимое количество. И каждый хочет быть впереди. В смысле остроты пера. А вот на спортивной площадке пока заметной смены декораций не произошло. Ба! Знакомые все лица. Узнаете? Творческая бригада нашей программы «Спортклуб» защищала цвета, естественно, государственной телерадиокомпании «Самара». А кому действительно, как не нам, поддержать высокую спортивную репутацию самой спортивной телепрограммы в области? Вот мы и старались составить серьезную конкуренцию нашим соперникам. И хотя у некоторых членов нашей дружной команды руки больше привыкли к перу, видеокамере и режиссерскому пульту, то возникали некоторые проблемы с волейбольным мячом, где не было равных команде «Волжской зари». Зато на футбольном ресталище блистал наш режиссер программы Алексей Крылов, который сражался как лев. Как лев Яшин, но не в воротах, а в нападении, за что получил в подарок от наших коллег по «Самарской газете» чудную японскую фотокамеру. Но право теплых слов заслуживают и наш второй режиссер Сергей Ерышев, и обозреватель службы информации Николай Никольский, и молодой видеоинженер Алексей Савченко, и оператор Александр Соловов, которые, не щадя животов своих, ног и рук, бились, как наши олимпийцы в Атланте. Не случайно команде службы информации ГТРК «Самара» негласно присудили приз зрительских симпатий. За то, что мы стали единственной командой, представляющей творческий коллектив небольшого журналистского подразделения, программы «Спортклуб». А значит, и стали лучшими в этой спортивной номинации. Такого вряд ли могут позволить себе, кстати, наши друзья-коллеги из других телекомпаний. Так что, если хотите с нами сыграть, к примеру, в футбол, вызов примем. И даже сфотографируемся на память. Редактор субтитров А.Семкин